Добрый день, глубоковажаемые председатели, глубоковажаемые коллеги, глубоковажаемые слушатели. Мы немножко вернемся, с одной стороны, в предыдущий день конференции, потому что поговоримся в рамках этого доклада о меланоме, но мы должны помнить, что когда мы говорим о иммунотерапии немеланомных опухолей кожи, то, в принципе, очень большое количество препаратов, которые развивалось и разрабатывалось на меланоме, приходят в результате на все опухоли кожи. И все предыдущие докладчики рассказывали, что вот эта линейка препаратов, антипедиа-1, антицелли-4 препарата, они тоже оказываются эффективными. Поэтому, немножко заглянув, наверное, вперед и всех немеланомных опухолей кожи, посмотрим, какие новые комбинации нас ждут. Это отечественная комбинация норолемаба и пролголемаба. Итак, мы знаем, если говорить об эволюции лекарственного лечения меланомы, то мы знаем, что иммунотерапия при меланоме – это один из драйверов вообще лекарственного лечения, и она началась еще в ранних 90-х годах, когда у нас были использовались и цитокины, и альтернативно использовалась химиотерапия. Потом появлялись новые препараты, а цитокинов до сих пор еще не вполне отошли, они считаются перспективными. Но, конечно, революция случилась в 2012 году, когда появился и пелемумаб, чуть позже появился и неволемаб, и пембролизумаб практически одновременно, и в это же время появилась таргетная терапия. Здесь начался современный этап системной терапии меланомы, и такое бурное развитие процесса появления новых препаратов привело, конечно, к применению отечественных препаратов. Это, в первую очередь, перлоголемаб, и, во вторую очередь, это норолемаб, который является антицителия-4 препаратом и применяется в сочетании с перлоголемабом. Если говорить об эффективности лечения, такое многообразие методов, конечно, дало многообразие оценок эффективности, но, тем не менее, на сегодняшний день доказано, что самый эффективный метод терапии меланомы, об этом вчера много говорили, это комбинированная иммунотерапия. И пилимумаб, неволумаб показал пока что лучшие результаты, потому что имеет самое длительное наблюдение, и, конечно, эта терапия одна из наиболее перспективных. И, наконец-то, 12 декабря прошлого года у нас в стране было зарегистрировано Нуртати, препарат, который сочетает в себе норолемаб и пролголемаб в одном флаконе, то есть удобный комбинированный препарат, уже не надо сложно рассчитывать два препарата, сложно их вводить, они уже в одном флаконе, они удобны к применению, и они уже идут в определенном соотношении. Соотношение это три к одному, и здесь выбрано было так называемое обратное соотношение, о чем мы скажем чуть позже. Что такое норолемаб сам по себе? Норолемаб – это оригинальная молекула, это иммуноглобулин класса G1, и я подчеркиваю, что и норолемаб, и пролголемаб являются иммуноглобулинами класса G1, это наиболее эффективная класса иммуноглобулинов, в отличие от неволумаба, пембролизумаба, которые представлены иммуноглобулинами класса G4. То есть это уже усовершенствованная технология, здесь используются самые афинные иммуноглобулины, специально моделированные для того, чтобы не вызывать выраженных реакций антителозависимой клеточной токсичности. Почему получился у нас в препарате такой выбран низкодозный режим? С одной стороны, это не меньшая эффективность, и с другой стороны, это гораздо меньшая токсичность, чем у обратного соотношения, где мы даем много антицетеля-4 препарата наиболее токсичного и мало антипедиадин препарата. Ну и с третьей стороны, если посмотреть, то, к сожалению, все равно часть пациентов прогрессирует на комбинированной терапии. И вот у пациентов, получивших низкие дозы антицетеля-4 препарата, есть шансы получить второй эффект или повышенную эффективность на более высоких дозах антицетеля-4 препарата. Ну, конечно, эти данные основаны на исследовании пелумаба и неволумаба все. Вот представлено несколько вариантов режимов терапии. Мы видим, что, в принципе, при снижении дозы, при обратной так называемой комбинации, да, может быть, чисто нумерически несколько ниже частота объективного ответа, но я хочу подчеркнуть, что статистических значимых-то различий в этом все равно не было, а вот значительно меньше частота нежелательных явлений, и, в принципе, очень схожие результаты и медианы общей выживаемости, и медианы времени до прогрессирования, которые являются нашими главными конечными точками. Поэтому такой более благоприятный профиль безопасности, конечно, он привлекает и подвигает нас на разработки именно вот обратных комбинаций. Итак, какое место у нас этой комбинации будет? Мы знаем несколько исследований, очень большое внимание уделяется в последнее время лечению меланомы, именно с чего начать, особенно бравмутируемой меланомой, где есть два линейки препаратов очень эффективны. Таргетная терапия, иммунотерапия. И вот здесь перечислены на слайды исследования, которые свидетельствуют о том, что, с одной стороны, начало скомбинированной иммунотерапии дает нам у большинства пациентов лучшие результаты лечения и большую выживаемость. С другой стороны, это и самая длительная достигнутая медиана общей выживаемости. Ну и с третьей стороны, препарат Нурлимаб, он завершил сейчас клинические исследования третьей фазы, которая показала, что действительно комбинация Нурлимаба и Прологлимаба, препарат Нуртати, он имеет преимущество на монотерапии антипедиадин. И такие рекомендации о комбинированном лечении, они, конечно, присутствуют и в наших клинических рекомендациях, и в клинических рекомендациях НССН. Надо сразу сказать, что поскольку препарат Нуртати был зарегистрирован только в декабре прошлого года, он, к сожалению, не успел попасть в обновление предыдущих рекомендаций, утвержденных Мездрам, потому что обновление подавалось очень задолго до этого. Но в рекомендации Русска вот этого года он уже точно будет включен, за это проголосовали успешно, поэтому просто ждем выхода этих рекомендаций, и у нас будет утверждение о применении этого препарата. Какие результаты мы имеем? Итак, самая главная точка, с которой мы сравниваем, это комбинация пилюмаб-неволумаба, которая показала, что действительно примерно около 72 месяцев медиана времени наблюдения, и результаты пятилетней выживаемости в районе 52%, которые практически не меняются с течением времени. Вот это снижение примерно на 2% в год – это фактически естественная убыль пациентов. Мы должны помнить, что есть и другие причины, не только меланома, а для смерти наших пациентов. Многие из них просто возрастные. Итак, конечно, исследования того препарата, на основании которого разрабатывались на РДАТе, они показали абсолютное преимущество комбинированной терапии и в частоте объективных ответов, и в медиане длительности ответов, хотя антипедианин терапии тоже оказалось очень высокие результаты здесь. И самое главное – очень большая длительность ответа. То есть если ответ на лечение достигнут, высока вероятность того, что он будет стойким, и мы действительно можем на основании такой вероятности, на основании низкого риска рецидива предполагать, что именно комбинированная терапия дает большие шансы вылечиться пациенту даже с метастатическим процессом, чем монотерапия. И исследование отечественной комбинации началось со второй фазы, которая плавно перетекла в третью. Началось все с исследования Абертон, где пациенты, требующие первой линии лекарственной терапии меланомы, с метастатическим процессом, не получавшие ранее никакой терапии, рандомизировались на получение монотерапии пролголемабом и применение норолемаба с пролголемабом в соотношении один к одному в абсолютно идентичных режимах. Режимы были специально синхронизированы для того, чтобы обеспечить двойной слепой характер исследования. Никто не знал, какой пациент в какой группе находится. Надо отметить особенность, что в рамках исследования Абертон лечение длилось всего лишь один год. Потом пациенты могли по желанию завершить лечение или перейти в поддерживающий протокол расширенного наблюдения за пациентами. И у нас в центре все пациенты перешли именно в этот протокол наблюдения дальше и получали достаточно длительную антипедиадин-терапию фактически до тех пор, пока они не уставали лечиться. Всего во вторую фазу было включено по 58-59 пациентов в каждую группу. Фактически поровну пациенты были включены, завершили лечение по протоколу. Очень равное количество событий в группах, что позволяет нам достаточно уверенно сравнивать их. Надо сказать, что группы были сбалансированы по основным прогностическим признакам. И отметить, что очень высокое количество групп, конечно, было пациентов с неблагоприятными стадиями. То есть в этой ситуации здесь были закодированы пациенты М1С, они же включали всех пациентов с повышенным уровнем ЛДГ, и таких пациентов было больше 40%, что серьезно отличает исследования от предыдущих исследований, где уровень пациентов с неблагоприятным прогнозом был ниже. Большое количество пациентов с повышенным уровнем ЛДГ, 74-81% в каждой группе, группы сопоставимы, это, в общем-то, наша обычная популяция, с которой мы регулярно имеем дело. И уровень экспрессии ПДЛ-1, здесь, как исследовательская точка, это изучалось, балансировали группы по одинаковому уровню экспрессии. В принципе, низкий уровень экспрессии, менее 5%, у 2-3% пациентов был. Что мы получили в результате? Конечно, мы получили хорошую прибавку выживаемости без прогрессирования, и на отметке 2-летний результат вполне неплохой, сопоставимый с другими препаратами, 53% на комбинированной терапии, и этот уровень держится практически без изменений, и что дает нам время до прогрессирования 12 месяцев. С одной стороны, нумерически это хуже, чем у эпилемаб-неволумаба, но мы должны понимать, что это маленькое по объему наблюдения, там гораздо большее количество больных, и результат эпилемаба с неволумабом укладывается в тот доверительный интервал 95%, который у нас здесь представлен. То есть это очень близкие по значению результаты. И преимущества поддерживались в течение всего времени наблюдения. Мы видим, что расхождение кривых начинается с первой оценки эффекта, и, в общем-то, потом не уходит. Что касается общей выживаемости, то она пока что недостаточно зрелая, различий мы не видим. Скорее всего, расхождение будет, но оно будет позже, потому что пациенты, еще раз напоминаю, они наблюдаются малое количество времени, и мы на сегодняшний день намного лучше лечим пациентов с меланомой, чем мы лечили даже 3 или 4 года назад. Доступность помощи улучшилась. Пациенты получают эффективные линии лечения, они живут достаточно долго, и это требует более длительного наблюдения для оценки, конечно, общей выживаемости, хотя и здесь преимущества комбинированного лечения очевидны, и они подтверждаются. Что касается частоты ответа на терапию, то тут, конечно, драматический сдвиг в пользу комбинированной терапии, гораздо выше полных регрессов, что особенно важно, потому что это самые стойкие ответы, и как раз про них мы можем предполагать, что мы вылечили пациентов. Увеличение частичных регрессов, резкое сокращение именно прогрессирования заболевания. Также увеличилось количество пациентов со стабилизацией, то есть действительно контроль над заболеванием значительно лучше на комбинированной терапии. Итак, заключительно после двух лет наблюдения по обертону оказалось, что медиана времени без прогрессирования по сравнению с монотерапией увеличилась практически в 6 раз. Контроль заболевания тоже статистически значимо увеличился в абсолютных выражениях примерно на 25%, то есть на четверть, длительность ответа существенно выше, опять-таки в 10 раз выше, чем у монотерапии. Ну и общей выживаемости данные нам, я уже говорил, что надо анализировать. Что касается безопасности, то вот эта новая комбинация оказалась очень безопасной, и по нашему опыту тоже мы практически не видели каких-то новых нежелательных явлений. Да, это те же самые монопосредственно нежелательные явления, о которых мы говорили. И если про эпилюмабы с невлумабом при прямой комбинации мы знаем, что 42% пациентов прекращают терапию из даже нежелательных явлений, это очень большие цифры, и при невлумабе до 13% прекращают терапию, то здесь мы видим совершенно другие цифры по тяжелым нежелательным явлениям, и если общее количество нежелательных явлений примерно такое же, то тяжелых нежелательных явлений на комбинированной терапии не настолько много, 36% на комбинации норлюмаба-прилголемаба, это примерно раза в два меньше, чем на комбинации пилюмаба-невлумаба. То есть это действительно значительное улучшение переносимости лечения, как мы говорили уже, без потери существенного качества лечения. Ну и по самым частым нежелательным явлениям, это повышение трансаминаз у четверти пациентов примерно на комбинированной группе, и это то, что отличало их от вообще терапии прилголемабом, и остыния, тоже примерно в 3-4 раза выше частота этого нежелательного явления в комбинированном лечении, чем при монотерапии. Ну, в общем-то, это те нежелательные явления, которыми мы привыкли управлять, и большинство из них были первой-второй степени, то есть это то, что не требует от нас активных действий или изменения режима лечения. Нежелательное явление третьей и пятой степени – это то, как раз на что мы обращаем внимание. Надо сказать, что все случаи были единичными. Интересно, что были случаи гематологической токсичности ликопении четвертой степени. Были по одному случаю аутоиммунных миокардитов, фибрилляции персердия, гепатитов, сахарного диабета. То есть мы видим весь тот профиль, о котором мы говорили сегодня. Все пациенты имеют риск этих нежелательных явлений. Эти данные говорят о том, что мы достаточно хорошо в исследовании зарегистрировали эти нежелательные явления. То есть ничего, в принципе, не было пропущено. Да, действительно, такие риски есть. Мы не видим нежелательных явлений пятой степени, что нас, конечно, очень радует. По достижению 24 месяцев, что можно сказать по безопасности Абертон? Все, как предварительное заключение, большинство нежелательных явлений соответствовали легкой или умеренной степени тяжести. 15% нежелательных явлений третьей степени. Очень хороший ресталь для комбинированной терапии. Это почти столько же, сколько в монотерапии неволомабом. Если мы вспомним, там было 14% таких нежелательных явлений. Отмена терапии по причине нежелательных явлений меньше 15%. Это очень хороший результат, как вы помните, для комбинированной терапии. Это 40 с чем-то процентов для эпилюмаба, неволомаба. То есть мы тоже здесь раза в три улучшили показатели безопасности лечения и показатели приверженности лечения. Как это все соотносится с другими препаратами, давайте посмотрим в цифрах. В принципе, мы видим, что частота поражений ЖКТ, особенно частота третьей-четвертой степени поражений, гораздо меньше в исследовании Абертон, чем в исследовании Чекмейт-67. Это основное исследование для комбинированной иммунотерапии. Гепатотоксичность в несколько раз ниже. Поражение эндокринной системы – сопоставимая частота. Но опять-таки мы помним, это те поражения, которые хорошо купируются сопроводительной терапией. Безусловно, непрямовое сравнение различных вариантов тоже исследований Чекмейт и Абертон. Обратите внимание на выделенную строчку прекращения терапии. Комбинированное лечение неволомаб и пилиомаб – 42%, неволомаб – 13-14%, Абертон – 15% в комбинированном режиме. То есть значительное сокращение необходимости прекращения лечения из-за токсичности. Эффективность и безопасность. Что мы имеем на сегодняшний день? По исследованию Абертон, частота объективного ответа сопоставима, в принципе, и частота контроля над заболеванием сопоставима с исследованием Чекмейт-67. Если у нас немножко меньше частоты объективных ответов, то контроль над заболеванием немножко лучше оказался. Что касается медиана времени до прогрессирования, это те же самые результаты, которые были получены в Чекмейтах и Абертоне. Это примерно в районе 12 месяцев показатели результативности. Медиана общей выживаемости не достигнута на двух годах, так же, как и не достигнута в исследовании Абертон. На 24 месяцах Чекмейт-67 показывал лучшие результаты по общей выживаемости, чем эпилеумаб, невелумаб. И, соответственно, по нежелательным явлениям тоже примерно в два раза лучше переносимость любой ветки российских иммуно-онкологических препаратов. Что хотелось бы сказать в заключении? Что, конечно, исследование Абертон – это первое исследование, которое показало статистически значимое преимущество препарата Нурдати. Мы все ждем результата исследования Октавы. И я очень надеюсь, что на ближайшее время мы получим первый анализ выживаемости из этого исследования. Может быть, это будет на белых мочах, может быть, чуть позже. Тут все зависит от компании. Но этот срез уже проведен. И очень ждем официального публикации этих результатов. Непрямое сравнение показывает, что комбинация примерно равна эффективно, значительно более безопасна. И, конечно, благодаря тому, что она у вас появится, я надеюсь, что в скорости она будет доступна достаточно широко, что она войдет у нас в все разрешительные документы. И мы уже будем иметь собственный опыт применения этой комбинации и в первой линии, и, наверное, в следующих линиях терапии, и в том числе при других локализациях злокачественных опухолей. Вот дизайн исследования Октава, который представляет собой идентичный дизайн исследованию Абертон, но уже рассчитанный на третью фазу клинического исследования. Ну и коротко, какие у нас результаты будут. Вот, да, 24-й год, у нас уже будут первые результаты исследования Октавы, и надо сказать, что сейчас идет набор в исследовании МИОМАЖОР, это неодевантная терапия НУРДАТИ против антипедиодинтерапии. Набор в исследовании идет, у нас в МИД с онкологией Петрова тоже есть открытый центр, поэтому, в принципе, если есть пациенты, они могут поучаствовать в этом исследовании. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok